Дорогие соотечественники! Дорогие соотечественники! То есть, все время что-то происходит в этом мире. И казалось, в августе, когда все на каникулах, все должны были радоваться жизни, забыть про все эти политики, экономики и прочую дребедень. Заниматься отдыхом, любовью, заниматься детьми друг к другу и так далее. Вот, тем не менее, так человечек устроен, что ему все время не имется. И именно почему-то в этом императорском, блистательном месяце августа, когда надо отдыхать, ходят самые странные события. Кто-то кому-то грозит ядерной дубиной, кто-то в ответ грозит своей дубиной, палочкой. Кто-то вот сейчас границу переходит странным образом и в соседней стране начинает колбасить всех политиканов, политиков, всякие версии, надежды и так далее. Итак, что происходит? Почему вот эти неспокойные каникулы стали перерастать в неспокойную сентябрьскую пору? Для того, чтобы разобраться в этом, мы пригласили нашего очень уважаемого и, на мой взгляд, одного из лучших аналитиков, я так говорю сейчас без юмора, поскольку у нас вообще понятие политолог, политаналитик, у нас в стране каждого, кого не возьми, пивной или где-либо, становится политаналитиком. Это на самом деле профессионально подготовленный, трезво мыслящий. И что его еще характеризует? Изумительное чувство юмора. Я говорю, как вы догадались сейчас, о Корнелии Чуре, который у нас в гостях, я приветствую тебя, Корнелий, рад тебя видеть после вот этого летнего перерыва. Ну, я как раз и последовал вашему совету и провел его чудесным образом, чудным образом, в отличие, наверное, от политиков. То есть, ты можешь сказать, чудны дела твои, господи, о чудо, и я, наконец, избавился на время всех этих вот движений, подвижек и всех. Да, август был такой, я надеюсь продлить его и осенью, хотя вот наши дела политические зовут и комментаторов, аналитиков срочно домой. Нужно помогать. На баррикады. Да, 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 да. Можно и так сказать. Ну, на наши комментаторские места, будки. Наши комментаторские будки мы должны. То есть, надо так понять, что раньше вот слово банк откуда произносит? От очень близкого нам латинского, то есть итальянского банка. Банка это что? Это, значит, не что иное, как скамья, на которой менял, раскладывал какие-то свои вещи и менял цехины на дукаты, дирхемы на еще что-то, и, так сказать, вот отсюда пошел банк. А сейчас мы видим, что банки превратились, значит, в эти будки и так далее. То есть, ты как бы навеваешь мне такую мысль, что я сказал слово баррикада, оно устарело, сейчас эти баррикады превратились в стеклянные боксы, где сидят пипитры, там все. То есть, все стало, скажем так, более цивилизованно и оцифрованно. Ну, можно так сказать. Конечно же, комментатор это некто, кто находится в изолированном таком пространстве. Он, я так себя все время представлял, и для меня это идеальный комментатор, комментатор политической жизни, комментатор спортивной жизни. Он не соприкасается с тем, что он комментирует, а находится вне его. То есть, политические баталии, в них он не должен, по идее, участвовать. Конечно, это приукрашено, это такая идеализированная картина. На самом деле, мы вынуждены находиться и на баррикадах тоже, но у нас ностальгия по будке. Мы все время хотим сбежать с этого политического поля боя и где-то скрыться в нашей будке, где... В будке как-то спокойнее, на случай дождя, ветра. В будочке хоть как-то, более-менее, конечно. Но нас вытаскивает. Или хуже всего, когда эти будки начинают или закрывать, или ломать, или ширмы. Так и подмывало меня спросить у тебя насчет КССР и прочее, но я не буду этого делать. И я объясню почему. Потому что я это сделаю где-нибудь в середине передачи. Хорошо. Как смотришь на это. Итак, вот наиболее яркое, скажем, из последнего, из происходящего события. Значит, каким-то странным образом, якобы цепь случайностей. Польские власти как бы дают возможность. Украинские демонстрируют как бы неспособность. Батальон Назов, переодетый в гражданское, проявляет гражданскую доблесть. Юлия Тимошенко появляется странным образом. И мэр Львова, и все такое. И блистательный Михаил, так сказать, у которого рейтинг был там 0,5 или 1 где-то до сих пор на украинском рейтинге политиков. Вдруг напоминает не кого-нибудь, а самого Буанапарта и Наполеона, который с острова Эльба возвращается после 100 дней. И блистательным маршем через Лион идет на Париж, а здесь через Львов идут на Киев. Честно говоря, меня не очень так особо волнует то, что происходит на Украине. Я сочувствую всем людям, которым плохо и у кого проблемы. Но, с другой стороны, нам тоже надо учиться у других и учиться тому, что там происходит, и делать выводы. К тому же наше Приднестровье между нами и Украиной. Как ты считаешь, что в этом событии грядет? К власти движутся люди менее, скажем так, толерантные и пацифистские настроенные, чем Порошенко? Идут экстремалы, судя по присутствию Азова? Или что ты видишь в этом, Корнелий? Я согласен, что на это событие попытка Саакашвили захватить Украину, вернуться в нее, он будучи изгнанный, потеряв гражданство. Это событие, на самом деле, заслуживает того, чтобы его анализировать. Это, наверное, самое интересное событие, которое произошло в последнее время в нашем пространстве. Ну, в первую очередь, конечно же, нужно отметить, что Саакашвили, у него такой заслуженный имидж героя, несмотря на то, что он был изгнан из Грузии, я бы так сказал, с позором, на него заведены уголовные дела. Он там уже рассматривается не как освободитель демократа, а как диктатор настоящий. Но с очень таким неожиданным способом он оказался востребованным в Украине, он и его сподвижники, где он провел довольно-таки бурную политическую кампанию. Был губернатором, потом начал воевать с тем, кто ему помог. Аваков, помнишь, знаменитый обмен гробостями на телевидении? Да, и как бросил стакан Аваков. Но самое интересное, вот в последнее время, то есть из последнего, что интересно, он выучил, ну, я думаю, не в совершенстве, но выучил очень хорошо украинский язык. И он сейчас доказывает украинскому народу, что он более украинец, чем сами украинцы. И это видно по тому, как он общается с гражданами. Конечно же, событие неординарное, его приход. Конечно, все обставлено таким способом, что это сельбы возвращается император. Но очень интересно, что ему помогают украинские политики. Ну, нельзя сказать, что они оппозиционные. Все-таки Альянс там не расформировался, но там уже каждый политик, каждая партия находится в избирательной кампании. Вот чем отличие от приход Саакашвили, от прихода Наполеона в Париж? Я думаю, это состоит в том, что в данном случае все политики, может быть, за исключением Порошенко, пытаются от этого выгадать. Что-то хотят использовать Саакашвили в свою пользу. Конечно же, это, скажем так, западный проект. Но из этого западного проекта украинцы попытаются выжать максимум для себя лично, я имею в виду политиков. А не как-то поднять Саакашвили и сделать из него истинного императора наподобие Наполеона. Я не думаю, что у Саакашвили есть какие-то шансы в Украине. Нет, я тоже считаю. Но вот его приход, это такое театрализированное представление, которое помогает определить, где власть уже. Порошенко эта власть ослабевает. И где оппозиция, которая до недавнего времени была... Что-то вроде пробного булыжника в болото кинули и посмотрели, что там, по-прежнему плюх и утонуло. Или вдруг миазмы пошли и начало что-то там... То есть это попытка увидеть, что же произойдет. На Саакашвили заведено уголовное дело. Сил у него... Он объявил о том, что дойдет до Киева. Вот это тоже будет интересно проследить, как он будет идти к этой цели. И пить кофе на каждой, так сказать... Вообще Украина, это, конечно... Чудесная страна. Очень чудесная в том... Вот читаю Гоголя. Бурдалаки, всякие ведьмы. Загадочная и чудесная страна. И честно говоря, я очень люблю Украину. И очень люблю Гоголя. Но поэтому, когда вот всякие вурдалаки, вот вии и все... Они тоже имеют место быть. Но они характерны для Украины. Они очень... И для менталитета их. Да, я вообще считаю, что это идеальное место для анархии. Это абсолютно... Я уже так позволяю себе немножко философствовать. Это удивительно, как политики в состоянии еще держать эту страну такую разную, такую... Кстати, очень свободолюбивая. Очень... Да, анархическую. Да, да, да. Но в хорошем смысле. Но, тем не менее, как государство управляется со всем этим, это очень сложно. И отсюда и эти проблемы, которые есть у Украины. Большая страна с большими проблемами. К счастью, мы находимся на периферии Украины. Мы зависим от них, от того, что они делают. И нам удается быть несколько в тени сам Саакашвили, будучи губернатором Одессы. Он не очень красиво выражался о Молдове. И смысл его высказывания в том, что Молдова маленькая, неэффективная страна, вот Украина. Здесь все происходит. Естественно, он Саакашвили, император, он Наполеон, он не может действовать в Молдове. Это слишком маленькое пространство для его грандиозных планов. Грузия ему оказалась маленькой, не поняли гения. Ну, в конце. Нет, Грузия была для него окей, особенно во время... Он выставляет это как бы так, что несмышленный, недопонятый гений вынужден переходить на более крупную площадку. Естественно, и вот Украина, это его полигон. Кстати, я так, несколько критично, наверное, все-таки оцениваю его действия. Но то, что он все время жонглирует большими проектами геополитики, и это большой игрок на нашем пространстве, это, конечно, нельзя отрицать. И поэтому за ним нужно следить. И он оказался неудобным даже для его бывшего друга, его бывшего коллеги по университету Порошенко, где они же вместе учились. И вот сейчас они, ну, это в политике часто случается, превратились во врагов, несмотря на то, что были друзья. Проект, посмотрим, как это все пойдет. Вот, но мы в Молдове за этим только наблюдаем, и не можем пока что, и, наверное, не должны влиять на вот это шерсти Наполеона Грузинского, Михаила Саакашвили. И мне кажется, тут есть еще, нас же все-таки, чтобы мы ни говорили, нас очень и очень много связывает с Украиной. Ну вот, возьмем, допустим, у меня отец, он родом с Буковиной. И, ну, там, Йосиф Виссарионович Сталин, которого так не любят сейчас на Украине, местные нацмены, они же вообще-то по-хорошему ему памятник должны поставить. Давай посмотрим. Львов, Иванов, Француз, это все, вот, от Польши, от Чехословакии, от Венгрии, от Румынии, от нас. Это огромные территории. Нет, только Крым чуть позже, а все остальное. Крым верный ученик Йосифа Виссарионовича подарил, это Никита Сергеевич Хрущев, когда вот праздновали все эти унии и прочее. Но я хочу сказать в данном случае о том, что нас на самом деле очень многое с ними связывает. И менталитет во многом похож. И даже если вот там, особенно Молдова, царь Адисус, вот как раз вот Буковина и туда выше, все эти кептари, мы смотрим, Гуцулы, Русины. Кстати, Украина очень многонациональная и многоконфессиональная страна, как и мы. И мы начинаем видеть, что как только какой-то этнос или какая-то группировка этническая, этнополитическая, хочет сказать, вот мы тут пупы и мы все, а остальные никто, то сразу в стране начинается беда. Особенно в многонациональной стране. И вот отсюда, мне кажется, тоже надо выводы делать, как вот ты видишь, Корнелия. Я-то вижу, но не совсем видит Киев. Вы, если уж завели речь о культуре, то... Это пороховая бочка. И об образовании тут нельзя не отметить, что сейчас возрастает очень сильное негодование, как в Польше, так... Ну, Польша там отдельно, в Венгрии, в Румынии и в Молдове даже президент Додон высказался по этому поводу. И президент, и венгерский лидер тоже? Нет, я уже говорил, и румыны очень недовольны в связи с введением обязательного изучения на украинском языке в школах Украины. То есть сейчас в Буковине, на юге Бессарабии уже не будут школы... С национальным... Тут главное не то, что обязательный украинский, а то, что необязательным становится изучение родного языка. По-моему, еще это можно, а потом уже... А дальше все. То есть их можно понять, с одной стороны, вот вы говорите о многоконфессиональности, но они понимают в Киеве, в данном случае во Львове, что так страну не построишь. И это, скажем, такой императив присутствует и у нас. Страну нужно строить, находя какой-то стержень. И вот они в поисках этого стержня иногда готовы пойти на такие радикальные меры, которые вызывают гнев, негодование у соседей, у национальных меньшинств. И мы через это проходили, кстати. И много чему научились. Я думаю, что да, мы, но мы, Молдова, здесь опять благодать нашего небольших размеров. Мы себе еще можем позволить особую демократичность. Вот они, уже находясь в состоянии, можно говорить, неофициальной войны с Россией, имеют очень такие проблематичные зоны Донбасс, оставшись без территории. Я назову еще одну, исключительно проблематичную зону, о которой помалкивают. Тот же Львов. Ну это уже, да, в другую сторону. Кто-то пошутил из них, не был бы Донбасс, был бы Львов. Ну да, там другая проблема. Сепаратизма там более чем достаточно. И вот при всех этих моментах сложных, конечно же, Украина идет на эти действия, эти акции, которые вызывают у нас и недовольство. Мы сейчас говорим в очень лестных тонах об Украине. Мы пытаемся ее поддержать, потому что ее проблемы очень схожи с нашими. Ее проблемы намного больше. Но мы знаем, с чем они столкнулись. Но в то же время мы не можем все поддерживать из того, что они делают. Потому что мы видим, что существует вот эта украинская чрезмерность. И она, конечно, сыграла жлую шутку на протяжении истории. Поэтому Украина – это еще не состоявшееся государство. Да, пусть не обижаются, это так. Они обижаются, естественно. Но это так. С нашей точки зрения это так. И поэтому вот с этой чрезмерностью, с этим желанием быть большой страной, великой страной, наподобие, скажем так, России, почему бы нет. Быть элементом стабильности. Они все время себя называли до недавнего времени гарантом стабильности в Восточной Европе. Вот они себе эту роль хотят присвоить, а пока что не получают. А получается, они гарант нестабильности. А получается, что они рассадник нестабильности. Именно нестабильности. И поэтому вот эта дилемма, я пытаюсь на нее смотреть нейтрально. По-философски, да. Да, а мне кажется, эта дилемма, с которой они столкнулись, она создает вот этот трагизм ситуации, в котором появляются вот такие политики, как Саакашвили, которые, конечно же, создают очень много шума. И в то же время, мне кажется, что Саакашвили это скорее политик, который привносит нестабильность. Да, деструктор. Он сильный деструктор. Он уже ипотерзм. Он замучивает, скажем так, вот как бы, больше я говорил, как бы болото, и в него вбросили булыжник, и смотрят. Если метан пойдет, начнет гореть, нормально. Если плюх и забудут через недельку-две, ну, подождем до следующего булыжника. Вот что-то такое. Как бы провоцирование происходит. И я думаю, то, что элиты киевские тут же начали искать, до кого, до какого берега надо в очередной 28-й раз перебегать, нам это все хорошо знакомо, да? Это чувствуется. Элиты киевские, да, которые ищут себе роль оппозиционеров. А вот те, которые сейчас находятся у власти, а у меня к ним сейчас намного больше симпатии, потому что я также смотрю на наши элиты, которые находятся у власти. Ведь задача оппозиционеров это дестабилизировать, это деструктивная роль. А вот мне намного больше сейчас импонирует политики, которые в нашем таком неспокойном пространстве пытаются эти вещи как-то, весь этот порядок сохранить, и сохранить вот в таком стабильном состоянии, и даже улучшить ситуацию. Вот, конечно, ситуация Порошенко очень сложна в этом плане, потому что сейчас все объединяются против него, и Саакашвили используется как тот камень, который вбрасывается. Гаран, булыжник. Ему не светит ни премьера, ему не светит ни президента. Скорее всего нет, но он об этом не знает. Его снесут. Но на данном этапе он нужен. Да, он об этом не знает. Я уверен, что он играет. Он считает, что у него есть историческая миссия, иначе бы на этом нет. И харизма, как у Христа. На это бы не пошел. Ну и тут, конечно, с точки зрения Молдовы я не могу пройти мимо другой темы, которая меня очень сильно интересует. Это проблема гражданства. Как легко сейчас политики, которые были гражданами другой страны, и вообще у них было одно только гражданство, и у них забрали то грузинское гражданство, как легко они перевоплощаются в гражданина другой страны, и уже претендуют на то, что являются более патриотичными гражданами, нежели те люди, которые живут в той стране. Нам это, конечно же, напоминает вот ту проблему двойного гражданства, которая у нас сейчас есть. Я имею в виду двойное гражданство по отношению с Румынией. Кто сегодня более патриотичен по отношению к Молдове? Те, у которого есть один паспорт, или те, у которого есть и паспорт Румынии? И вот эти споры, которые между нами происходят... Кто больше патриот? А Саакашвили, конечно же, он чемпион в этом плане. Он потерял грузинское гражданство. Получил ввиду таких сомнительных заслуг украинское гражданство. А теперь он за это украинское гражданство, которое он тоже потерял, готов взять штурман Киев. Я, знаешь, почему все время возвращаюсь вот в эту плоскость, мы и они, они и мы. Дело в том, что у нас как-то многие люди считают так. Да вот там вся эта геополитика, политика соседняя, да нас это не касается. Вот там у нас что-то украли, что-то сделали. Ребята, милые мои, поймите, что это все звенья одной цепи. Люди этого многие не понимают. Ну, казалось, у меня какое дело? А вот очень даже есть какое дело. Потому что присмотрись к тому, что делается вокруг тебя. И главное, посмотри, что делается над тобой. И многое становится понятным. Поэтому я согласен с тем, что ты все-таки, будучи как бы ориентирован больше как бы только на внутреннее, ты обязательно это сопоставляешься с внешним. Обязательно. Потому что иначе теряем ориентацию. И понимаете, тут есть еще другая проблема, на которую я часто обращаю внимание. Если ты американец, то для тебя даже как-то естественно обращать больше внимания на внутреннее. Потому что это внутреннее настолько велико, настолько громадно, что оно само по себе тебя поглощает полностью. А когда ты живешь в Молдове, которая имеет преимущество, но и недостаток быть маленькой, то не обращать внимания на то, что вне Молдовы, это большая ошибка, по крайней мере. Потому что то, что вне Молдовы, намного важнее, чем то, что внутри. Вот сегодня идет это преувеличение, с моей точки зрения, роли Плохотнюка, например. Что Плохотнюк чуть ли не является всем в нашей стране. Да, он может быть сейчас является всем. Но это все настолько мало и настолько незначительно, что в принципе, вот если смотреть с точки зрения американца, то Плохотнюк это, ну, такое муравей, может быть. Ну, чуть больше муравей, давайте поищем что-то. Медведка, допустим. Давайте пусть будет медведка. Поэтому мы, как опять люди, находящиеся в будке, мы должны смотреть не только то, что на той площадке, на которую мы обращаем внимание, но на то, что и вне этой площадки. Особенно на то, что находится вне этой площадки. Когда мы видим, что по какой-то площадке бегут тараканы, то надо посмотреть вверх, они ли являются ли это тараканным забегом, где игроки поставили свои денежки. Помнишь эти соревнования всяких там бегунов? Да, да. Не кажется ли нам порой, что это наша местная фашняла, на самом деле есть некие результаты определенной внешней коррекции, внешней игры? Абсолютно верно. Я поэтому считаю, что мы, находящиеся в Молдове, должны больше следить за тем, что происходит в Украине, нежели за тем, что происходит в Молдове. Я пытаюсь это делать. Я слежу ежедневно за событиями в Украине, несмотря на то, что, конечно же... Казалось бы, да. Да, все равно Молдова преобладает. Ближе. Да, да. И вот теперь вот такой интересный аспект. Если внимательно посмотреть на поведение политических элит, экономических элит и так далее, у нас очень принято, и у нас, и на Украине, и одно время, помню, даже в России в 90-е годы было, говорить о мафии. Вот мафия, мафия, жест мафия, еще чего-то, гэть мафия там и так далее, мафия, мафия. И я вот попробовал, сидя в Бутученах, было время, разыскал книгу, которую когда-то купил, удосужился прочитать, я это повторяю для наших телезрителей, я думаю, ты логик, ты математик, давай определись, что такое мафия. Для начала надо понятие, потом что это, чего. И вот попало мне в руку необычные книжки про мафию, их мать мучая. Там интересно, читаешь там, как боевик, кто кого, где убивают, за что, подо что, аферы там с депутатами, с мафиозами, в Америке, в Сицилии, Коза Ностра, там истории такие, там, ну, на самом деле, никаких романов не надо достаточно вот эту документалистику прочитать, и, конечно, это особый мир. Но мне попадает в руки книга Фабриция Кальви, как и Кьеза, это умнейший публицист, философ, мудрый, умудренный, который всю эту мафию изучил вдоль и поперек. И вдруг я читаю, в одном месте Кальви пишет, мафия – это непроизводящий капитализм. И вот тут меня просто, знаешь, вот, как тебе сказать, корнел, вот, как молния по голове. Я же тут говорю, математик, логика, я привык к точным. Ведь он же попадает прямо в точку. Мы говорим, мафия – это кланово, семейственность, наношист, там, куматризм, там, все в архаиках вот это. И вдруг такое четко, а, остатки феодализма. Да не феодализм, это остатки. Это еще более архаичные структуры, чем феодальные. Там хоть иерархия более, а тут вообще что-то, семейственность, ладно. И тут меня мысль, слушай, подожди, это половина определения, да, которое говорит, что мафия есть непроизводящий капитализм. Так, подожди, но этот непроизводящий капитализм, подумал я, и как логик, чувствовал, что оно не закончено определение. Он должен за счет чего жить? За счет чего живет непроизводящая? За счет чего? Фальсифицирование. Появляются фальшивые, ничем не обеспеченные валюты, появляются фальшивые, ничем не обеспеченные акции, свопы, шмопы, всякая вот эта вся механика финансового рынка. Появляются фальсифицированные принципы и ценности. Их фальсифицируют. Свобода какая-то не похожая на свободу, демократия как-то не шибко похожая на демократия, мимикрия, фальсификация. И все время идет перераздел, что характерно для этих клановых структур, перераздел власти. Все время идет. И я когда наблюдаю, что у нас творится на Украине, и самое потрясающее, что на родине, так сказать, всего, так сказать, либерально-демократического, вот, всего этого идеализма, вдруг мы начинаем замечать то же. Первое, что мы видим, памятнички начали громить. Ребята, вы что делаете? Что вы делаете? Тогда Вашингтон тоже был рабовладельцем. Джефферсон, давай ломать. То есть, не является ли признаком, когда начинают сыпаться, ломать памятники людям? Так и хочется сказать, оставьте мертвецам право хоронить своих мертвецов. То есть, тот, кто их когда-то похоронил, воздвиг, не лезь сюда. Потому что иначе я чувствую, что это новый фальсификат. Фальсифицированная пища, фальсифицированные отношения, виртуальный фальсифицированный мир. То есть, не кажется ли тебе, что вот это определение Кальви, Фабрица Кальви, что капитализм, это не производящий капитализм. И с вот этой добавочкой, который живет за счет фальсификации, не является ли это, не сказал бы истинной, но каким-то очень важным фасетом, вот такой стороной этого явления. Оно приобретает мировой характер. Ну, конечно, я мало что могу сказать про итальянскую мафию. Конечно, я фильмы смотрел, но этот феномен, который очень интересен, насколько он современен, насколько он питается... Мы оставим в стороне убийства из этих двухстволок, обрезов, потому что современный бомбардировщик делает куда более страшные вещи. Но вот как я понимаю этот феномен, это скорее, может, капитализм, может, не капитализм, но это государство. То есть, и что... И это связывает, скажем так, мафию с тем, что происходит у нас, в Молдове, в нашем регионе, в Украине, ведь многие пытаются это назвать другим термином, захваченное государство. Вопрос, кто захватил? Та же мафия? Ну, это... Ну, мафия, олигархи, тоже термины другие. Мафия это... Так олигархи, это и есть непроизводящие, если хорошо подумать. Нет, олигархи есть разные. У нашей олигархи это непроизводящий капитализм. В России олигархи, производящий капитализм. Это да. Потому что это... Но мы же какое слово обсуждаем? Мы обсуждаем слово мафия, да? Конечно. Но мафия, я говорю, это итальянский феномен, где присутствует и кумовство, и непотизм, и многое другое. Но я говорил о том, что это альтернативное государство. То есть мафия, даже сейчас на юге Италии, пытается, и очень часто успешно заменяет государственные структуры. У людей есть выбор или жить институционально по правилам государства, по конституционным правилам... Или фальсифицировать эти институты. Я более положительно смотрю на это. Мафия предоставляет альтернативу. Можно жить по этим правилам. Скажем, кто сказал, что обязательно жить по правилам государства. Ведь государство, это, можно так сказать, альтернативная мафия. Это альтернативный бандит, который приходит и забирает у нас налоги. А мы на это, скажем так, многие считают, что согласия не давали. Поэтому... Но разница в том, что государство, вот по классике, оно создается, хотя еще у Платона там Фросимах спорит с Сократом. Тезис Фросимаха и тезис Сократ говорит, что государство... Древние греки. А демократия от них, экономика от них, психология от них, все от них. Но я больше, скажем так, в этом вопросе склонен доверять английским классикам Гобсу Локу, потому что... Знаешь, как Гитлер сказал, все могут говорить, люди, как говорит Дарвин, произошли от бизьяны, а мы, рейцы, сразу от древних греков. Так и англичане могут говорить, что мы произошли сразу от древних греков. Они не произошли, они наоборот, начиная с Макеавелли, но это флорентинец, они отказались отталкиваться от древних греков. Они сказали, что если греки говорили о том, что политика покоится на чем-то хорошем, положительно... англосаксы пошли от Рима, а Рим пошел от греков. То есть все равно они их потом. Ну я, как политолог, я не могу искать... Вот посмотри на американские фильмы, посмотри, что какие, помнишь, знаменитый Спартак, Клеопатра, там все вот эти вещи, так и видишь, вот эти римские орлы, да, они присутствуют везде в кинематографе англосаксонском, везде. То есть они, собственно говоря, в какой-то степени орлы легионов и все такое. Если мы уже говорим о мафии, об олигархии, то я склонен где-то защищать эту структуру. Она присутствует у нас. И просто так критиковать ее, как делали древние греки. За счет чего древние греки критиковали то плохое, что есть в политике? За счет того, что они считали, что политика должна, и государство должно упокоиться, полис на хорошем. На добре. Это насторожение. Помнишь, Аристотель, что политика должна быть высшим выражением добродетельного. Так вот, идея современных, классиков англичан и Макеавелли говорит о том, что что-то хорошее вырастает из плохого. И вот это фундаментальная идея, которая характеризует современную политику. Для того, чтобы создать что-то хорошее, например, демократическое государство, для начала должна быть война, должна быть какое-то разрушение. Капитализм даже это ввел такой термин креативный капитализм, креативная деструкция. То есть, вот это плохое, которое создает возможность появления хорошего, вот это есть мафия. Хорошо. Вот это и те бандиты 90-х годов, братки, брат, фильм Брат. Вот то, к чему, это было плохое, но мы сейчас вспоминаем с ностальгией те времена, а героя Доброва вообще он превращается чуть ли не в знаковую, харизматическую фигуру. Которую, да, и, кстати, многие у нас в Молдове голосуют. А, кстати, брат его, помнишь? Ты что, говорит, ты мне за Севастополь отметишь, ответишь, как в воду глядел. Да, кстати, про Крым. Поэтому, вот мы должны понять, в первую очередь, что вот эта олигархия, вот та мафия, которая есть в Италии, это фундамент, это та альтернатива государства, из которой возникает вот то, что мы хотим иметь. И мы должны где-то преодолеть, перебороть вот это олигархическое начало. Конечно, оно же отрицательное, оно создает очень много плохого в нашем обществе, но это тот креативный, деструктивный материал, из которого создается наша Молдова, из которой создается ихняя Украина. Ведь кто такие? Они уничтожили режим Януковича. Но посмотрите, кто появился. 12 Януковичей появилось. Причем, как признают сейчас украинцы, это более наглые, более такие, более, более, скажем так, агрессивные олигархи. И это нужно понимать, потому что, опять, находясь в будке, это ты видишь и понимаешь. А вот люди хотят, чтобы сразу добро восторжествовало над злом, а этого не бывает. Корнелий, первое, мыслишь диалектически это ты продемонстрировал нашим дорогим соотечественникам, что я правильно вам сказал, не обманул вас, когда сказал, будете иметь дело с мышлением диалектическим. Вот для того, чтобы наши дорогие соотечественники хорошо поняли, о чем говоришь ты, давай мы возьмем новообразованное, одно из новообразованных государств, потому что на весах истории, скажем, Соединенные Штаты Америки, Австралия, это государства, в которых очень короткая история, это в историческом масштабе, это они еще как бы очень и очень молодые. берем, например, пограничный какой-то штат, Дикий Запад, значит, местные мафиозы, смело назовем, грабители поездов, там, угонщики стад, все такое, все эти местные аферисты, стрелки и так далее, начинают потихоньку стареть. Появляется новое поколение беспредельщиков, которые стреляют более метко, чем они, быстрее пистолет вытаскивают, более наглые, более продвинутые, более хорошо знающие там все, что вокруг говорится, и тогда собираются эти старики, которые уже нафаршировались, награбились, нахапались, то есть у них все хорошо, и они говорят, слушайте, ребята, вот эти местные мафии, местные олигархи, да, говорят, что делать, тут какая-то молодежка, дняк какой-то появился, наглый, борзой, что делать, знаешь, что говорит один помудрее из них, давай сделаем так, ты, говорит, Билл, лучше всех до сих пор стреляешь, вот ты будешь шерифом, мы тебе дадим звезду шерифа, то говорю, ага, так что я не просто бандит какой-то, ты государственный парень, а ты, допустим, другой там Билл или там еще кто-то, а ты будешь судьей. Это самоорганизация гражданского общества. не вижу ребят, которые по-настоящему достойны были звезды шерифа, статуса судьи и так далее, не доросли. Но они же, это бывшие бандиты, я так понимаю, из ваших. Не, почему? Бывшие бандиты, бывшие. Смотри, слово бандит, это очень интересное слово. Вот смотри, нормальный парень, приехал из Ирландии, приехал из Ирландии, приехал и все, он нормальный парень, жизнь его заставляет идти на улицу, он попадает в банду, или итальянец, скромный парень, он с Олемейо, приходит, его там ангажирует. То есть, ты хочешь сказать следующее, что этап перехода через олигархические структуры в бывшем Советском Союзе, как переходной этап, является необходимым, и никто не избежал, ни одна страна из постсоветского пространства, этапа олигархизации. Это железно. Абсолютно, но я могу использовать терминологию Маркса, капитализма, который, ну, первая фаза капитализма, где 300% прибыли, и нет такого преступления, которое мы прошли. Через это прошли, и мы видим, что эта фаза заканчивается, и сейчас мы входим в другую фазу, я называю эту фазу строительства, когда бывшие бандиты, я использую это слово. Ну, внимание, ты заметил, что эта фаза какая турбулентная, что разрушив предыдущее понятие государства, очень трудно построить теперь новое. Если Наполеон Бонапарт после всех этих революционных передряг создал, помнишь, эпоха директории, когда Толерант считался страшным взяточником, в эпоху, когда все только этим и занимались, и вот потом пришел Бонапарт с этой железной волей и сконструировал устройчивую конструкцию, то я должен сказать, что пока что это удается, как это ни странно, Лукашенко, хотя его вот так обвинить мафиозностью, как бы Господь, он стал реформацией, но где еще это удалось? Владимиру Владимировичу, он как-то когда его спросили, вот как Путин, он очень хорошо к этому человеку относится, он считает, что Россия бы развалилась без него, и я обо многом кстати согласен, он говорит, он мне напоминает Бонапарта, режим этот, бонапартизма, что-то по-моему есть в этом, есть, но все равно Мишако никак не похож на Бонапарта, потому что Бонапарт не был чужим проектом, тем не менее, все-таки, мы должны учитывать, что на нашем пространстве, я всегда делаю увязки с ситуациями в наших странах, вот те режимы, которые построил Лукашенко, Путин, Назарбаев и другие, пытался строить Акаев, Алиев, Алиев, довольно удачно, это режимы, в которых все-таки существует элемент примитивизма, скажем так, архаизма, да, это лучше, потому что там стоит проблема наследства, и это значит, что эти режимы фундаментально нестабильны, они в любой момент, в случае, если что-то происходит с лидером, сам режим, ведь сейчас в России вопрос, кто наследует Путина, это самая большая проблема, Это самая большая политическая проблема. Спасибо большое. У нас, к сожалению, передача, срок, как говорится, передачи заканчивается, большое спасибо. И вам спасибо. Дорогие соотечественники, значит, как вы поняли, тема нашей беседы была такова, что делать, когда во всех бывших постсоветских республиках, и всех бывших, между прочим, и странах бывшего Варшавского договора, вот Болгарию, возьмите, соседняя Румыния, не говоря уже наших постсоветских, Украина, Россия, Беларусь, отказаться, так что ни возьми, мы везде видим эпоху вот этого дикого, как Марс говорил, капитализма, которая переходит в эпоху олигархата, и никуда вы от этого не денетесь, это наблюдается везде, вопрос заключается в другом, значит, когда наконец вот эта хватизация и приватизация государства и государственных институтов обретет такую фазу, чтобы эти люди поняли, что государство это не то, что надо грабить, а то с помощью чего надо строить, что нарождающийся капитализм не должен быть непроизводящим, воровским и расхитительным, это тогда мы вполне вправе говорить о мафии, а он должен быть производящим и производительным, и возникает вопрос, а какова здесь роль народа, выходите ломать и крушить все к чертовой матери, чтобы одного Януковича сменили 12, или как у нас было, одного сменили четверо, потом, по-моему, тоже где-то один остался, или действовать какими-то другими методами, методами, основанными на свободе, понимаемой всеми нами, как личной ответственности за то, кого мы выбираем и что мы делаем, потому что свобода это всегда ответственность, ответственность перед нашими детьми, перед внуками и их будущим. Спасибо за внимание, у нас был Корнелий Ичуря, я прощаюсь с вами, дорогие мои соотечественники, вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщевич. Субтитры подогнал «Симон»